Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые присутствующие. Конечно, в первую очередь хочу поблагодарить... Не слышно, да? Сейчас. Я могу громче? Да. Конечно, хочу поблагодарить за возможность участвовать в этой конференции, поскольку мы, как региональный банк, априори ближе к клиенту, и участие в таких мероприятиях позволяет, конечно, не только нам рассказать о нас, о наших продуктах, о наших достижениях, но и быть с нашими клиентами в одном информационном поле, понимать текущую ситуацию в сельскохозяйственной отрасли, цены и прочее. И тем самым мы можем для себя понять, чем мы можем быть полезны для наших клиентов, для аграриев, что мы им можем предложить в данной ситуации. Кратко о банке. Название говорит само за себя. Банк Кубань Кредит. Основан в 93-м году в городе Краснодаре. На сегодня у нас более 100 дополнительных офисов. Прекрасная музыкальная пауза. Больше 100 дополнительных офисов в пяти регионах. Это Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край, Республика Адыгея и город Москва. В Ростовской области мы представлены 13-ми офисами и 6 офисов в Ростове. Но это на всякий случай вдруг кто-то захочет обратиться. И офисы в Сальске, Смекаракорске, Азове, Таганроге, Зернограде и Егорлыке. Почему хочу рассказать о банке? Банков много, предложений много, чтобы немножко у вас появился такой портрет банка Кубань Кредит. И понимание, в какой части, на каком месте он находится в огромном рынке банковских услуг. Мы работаем с юрлицами, и у нас уже более 38 тысяч клиентов. И это подтверждается также независимыми рейтингами агентствами. Вот, например, на 1-го 08-е мы среди всех российских банков занимаем 23-е место по объему корпоративного кредитования. Банков, на секундочку, больше 300. На этом слайде наш рост кредитного портфеля. То есть с 2019 года наш кредитный портфель юридических лиц вырос на 37,9 миллиардов. На 1-е августа он 84,9 миллиардов. Наверное, вы сейчас думаете, что у нас только холдинги. Нет. Мы работаем и с малым и средним бизнесом. 62% это кредиты малому и среднему бизнесу. И по этой диаграмме сразу видно, кто наш любимый клиент. 55% это кредитование сектора АПК. И за период с 2021 года по сегодняшнюю дату динамика практически, если вы видите, в два раза. С 21 миллиарда сейчас портфель кредитования АПК финансирования 46,9 миллиардов. Программы коммерческого кредитования я пропускаю, поскольку понимаю, что всех интересует льготное кредитование. И это правильно. Мы являемся уполномоченным банком. Все мы знаем изменения, которые произошли в этом году. Раньше 7 было по 5%, а на сегодняшний день все привязано к ключевой ставке. И действительно, в этом году, 26 июля, как сейчас вспомню, собрался центральный банк и эту ставку увеличил. Соответственно, для малых форм хозяйственных приоритетных направлений ставка будет сейчас 7,4 при учете ключевой 18. Для неприоритетных это 11%. Когда объявили об изменении ключевой ставки, естественно, Минсельхоз остановил реестры. Необходимо было пересчитать субсидии, понимание, сколько осталось денег. Реестры запустили, но, к сожалению, на сегодняшний день лимиты разлетаются как горячие пирожки. И вот, насколько я знаю, например, в Краснодарском крае и в Ставропольском крае лимитов на краткосрочные кредиты уже нет. Поэтому, ожидая следующее собрание центрального банка заседания, которое будет 13 сентября, мы все затаили дыхание. Поскольку, если ставка будет увеличена, соответственно, лимитов не станет вообще. По нам, всего действующих льготных кредитов у нас на 25,8 миллиардов. По требованию к заемщикам льготного кредитования пока, я думаю, что вы все в курсе, я на этом останавливаться не буду. Есть у нас один интересный продукт, обычно часто клиенты жалуются, что там много, большой пакет документов, бухгалтера отказываются готовить. Вот у нас есть прекрасный продукт, за 7 рабочих дней вы можете получить кредит без предоставления финансовых документов под залог земли сельхозназначения, максимальная сумма 50 миллионов. Вы предоставляете только анкету в согласии на обработку данных персональных и, если это крестьянско-фермерское хозяйство, справку о составе крестьянско-фермерского хозяйства. Что интересно, под эту программу мы можем получить как кредиты под коммерческую ставку, если целевка не соответствует, так и под льготную ставку по кредитованию с поддержкой Минсельхоза. И за 7 рабочих дней вы получаете 50 миллионов рублей. На этом слайде примеры успешных проектов. Если обратите внимание, у нас первая, вторая, третья очередь, то есть мы заходим в большой проект, мы любим инвестиционные проекты, мы умеем с ними работать. В итоге общая стоимость проектов была более миллиарда и объем кредитных средств более 700 миллионов рублей. Еще парочку примеров. Строительство молочной фермы, приобретение КРС в Тбилисском районе Краснодарского края и маслоперерабатывающий комплекс. Тоже мы в этой истории участвовали. Почему клиенты выбирают нас? Ну, опять-таки, потому что мы региональный банк и для нас каждый клиент важен. В части сельхозтоваропроизводителей мы каждый год в начале года встречаемся и оцениваем, да, какие результаты, что получили от урожая именно по сельхоз году, какие необходимые продукты. Может быть, нужна пролонгация, может быть, нужна рестуризация, может быть, еще какие-то варианты. Мы являемся участниками всех программ с господдержкой кредитования. Лояльный подход у нас анализу к проектно-сметной документации. То есть, если целью кредита является строительство фруктохранилища, нам достаточно сметы за подписью клиента. Никаких дополнительных заказывать смет, оплачивать, этого не нужно. Кроме того, у нас отсутствуют требования по страхованию залога, и мы не требуем оценку независимых оценщиков. Мы это делаем оценку сами. Ну, и такая еще, да, вишенка на торте, то, что вы возвращаете кредит тогда, когда вам это удобно, и за досрочный возврат кредитов мы никаких комиссий не берем. Что касается льготных программ с поддержкой. У нас всегда клиенты, я говорю, ну, на своей практике, у нас всегда клиенты именно аграрии пользовались, и льготным кредитованием АПК, это первый, да. Ну, и второй момент, это льготная программа Минэкономразвития, постановление 1764, например, на приобретение земли. Потому что целевки такой в льготном АПК нет. Но вот, к сожалению, то, что произошло 26.07 увеличение ключевой ставки, эту программу лимитов нет. То есть, и фактически у нас остается один инструмент поддержки. И понятно, с этой точки зрения банк, ну, наверное, невозможно назвать, да, что мы в данный момент поддержим. Потому что ставки коммерческие достаточно высокие, и не каждый может эту ставку переварить. Извините за такое слово. Наши варианты, да, что мы делаем, ну, как мы общаемся с нашими клиентами, да, и какие у них потребности, и как мы выходим из ситуации. Сегодня она уже говорилась о том, что были чрезвычайные ситуации. И те клиенты, которые, к сожалению, попали, и у которых погибла часть урожая, мы в переговорах определились и пролонгировали мы эти кредиты, которые у нас уже были, для того, чтобы снизить долговую нагрузку на этот сельхозгод. Чтобы клиент спокойно мог провести осенне-полевые работы, весенне-полевые работы, и уже со следующего урожая рассчитываться с нами по кредитам. Чего бы нам, например, еще клиенты у нас любят передерживать? Ну, я надеюсь сегодня услышать здесь на конференции, да, понимание, есть ли уверенность, да, что цена будет расти дальше, или какая цена на самом деле хорошая, да, подходит. Поэтому, может быть, есть вариант продать урожай, а свободные деньги положить на депозит. Сейчас вы видите во всех рекламах, да, пишут, что депозиты 17-18%, то есть заработать на этом. Вы говорили, но время. Да, 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 я уже заканчиваю. Либо второй вариант идти в передержку. Тут мы тоже готовы идти в пролонгацию, то есть продлить кредит для того, чтобы клиент дождался той цены, которая ему необходима. Что бы хотелось предложить, да, и мы с этим идем в Минсельхоз России с тем, чтобы увеличивали лимиты льготного кредитования, понимаем, что это необходимо. И было бы же очень здорово, если бы возможно было пролонгировать льготные кредиты для того, чтобы наши сельхозтоваропроизводители не теряли эту льготную ставку. Да, она сейчас 7,4 или 11 в зависимости от приоритета, не от приоритета, но в любом случае это не 22, не 23, не 24. У меня все. Продолжение следует... Продолжение следует...